Уважаемые депутаты, основные отрасли промышленности, грузового транспорта, строительного комплекса, сельского хозяйства в крае работают. Крупные и средние предприятия не заявляют о увольнении. Несмотря на ограничения в связи с коронавирусом, за январь-май производственные показатели по реальному сектору положительные. Индекс промышленного производства составил 104,6% к аналогичному периоду прошлого года. Грузовый оборот составил 107,9%, тоже к аналогичному периоду. В сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах края завершен все в ранних заведновых культур кукурузы, картофеля и овощей. В 2020 году ожидаем, хоть и небольшого, но все-таки роста экономики. Хотел бы в трибуны поблагодарить руководителей предприятий края, что, несмотря на сложнейшую ситуацию, смогли сохранить коллективы и производственные программы. Президент страны одобрил общенациональный план действий, обеспечивающий восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения. Правительство края также готовит проект краевого плана действий. Приглашаю вас, уважаемые депутаты, принять участие в его обсуждении. Пандемия еще раз убедила в актуальности задачи нашей аграрной политики – наращивание самообеспеченности края по продовольствию. Уже немало сделано в этом направлении. Например, есть хорошие показатели по поддержке овощеводства в закрытом грунте. В учебном году тепличное хозяйство произвели 2,1 тысяч тонн продукции. Площадь зимних теплиц достигла 7,4 гектара. В условиях пандемии местные овощи особо оказались востребованы в Хабаровском крае. За 5 месяцев текущего года реализация помидоров, огурцов, салатной продукции из теплиц увеличилась на 40%. Также наращиваются меры поддержки фермеров. Увеличен размер субсидий на приобретение племенного скота. Раньше мы платили 95 тысяч, сейчас 120 тысяч за одну особь. Сумма гранта на приобретение племенного молодняка также выросла до 120 тысяч рублей. Фермеры края увеличили объемы производства молока на 20%. Восстанавливаем практику проведения ярмарок выходного дня. С июня развернули новую площадку в районе Ерофей-Арены. Действует соблюдение всех санитарно-педагогических норм. В крае функционирует на сегодня 79 ярмарок на почти 3 тысячи торговых мест. Еще 14 ярмарок готовятся к открытию. Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, строительство в объектах в крае не остановлено. Сохранение финансирования краевых и муниципальных объектов в текущих условиях – это, конечно же, самая реальная поддерживающая мера для экономики. И на 2020 год на эти цели мы запланировали почти 17 миллиардов рублей. В 2011 году введено в эксплуатацию 23 объекта. Среди них инженерная школа города Комсомольск-на-Амуре, станция скорой медицинской помощи в Комсомольске-на-Амуре, административно-культурный центр в сете района имени Лозо, плавательный бассейн в Чикдамыне, спорткомплекс «Авангард» в Хабаровске, спортивная школа номер один «Переятловки», спортивный комплекс «Стадион Некрасовки», служебно-пассажирское здание аэропорта «Чумикан». Много усилий правительства края прилагает к реформированию строительной отрасли. Как вы уже все знаете, нами было принято решение, и сегодня мы открыли новый проектно-строительный институт. Проектирование и строительство муниципальных объектов с федеральным софинансированием перевели на уровень краевых служб заказчика. Создали постоянно действующий штаб, который еженедельно рассматривает и снимает проблемные вопросы, возникающие в ходе строительства объектов. Под мониторингом на сегодня находится 67 приоритетных объектов капитального строительства. Задача 2020 года – ввести в эксплуатацию новый 31 объект. Среди них, как я уже до этого говорил, школа в микрорайоне «Волочайский городок», школа в Найхине, детский сад в Горобке-2 Хабаровского района, дворец «Единоборссамба», физкультурно-оздоровительный комплекс «Вятинский». До конца года будет завершена строительная часть противотуберкулезного диспансера и региональный центр спорта в Комсомольске-на-Амуре третий этап. Особая задача этого года – завершить реконструкцию уличнодорожной сети города Комсомольска-на-Амуре. Это касается прежде всего двух улиц – Лозо и Комсомольское шоссе. Я, конечно же, понимаю возмущение жителей города Комсомольска-на-Амуре в связи с многолетней этой проблемой. Но хочу сказать, что мы провели смену подрядчика, усилили контроль за производство работ в ежедневном режиме. И сегодня заверяю жителей Комсомольска-на-Амуре, что эти объекты в этом году мы введем в эксплуатацию. В 2019 году в Хабаровском крае стартовал национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он развернут на территории Хабаровского и Комсомольских городских агломераций. В прошлом году были приведены в нормативное состояние почти 200, а точнее 199,7 километров автомобильных дорог Хабаровской и Комсомольской агломерации. В 2020 году планируем привести в нормативное состояние 100 объектов дорожного хозяйства общей протяженностью 154 километра. Всего направлено на эти цели 3,1 миллиарда рублей, в том числе средств федерального бюджета 1,1 миллиарда рублей. Контракты заключены. Уже введено 11 объектов. Ведутся работы на 59 объектов дорожного хозяйства. Стараемся поддерживать качество управления по национальному проекту безопасной и качественной автомобильной дороге во всероссийском масштабе. Хабаровский край вошел в десятку регионов по выполнению работ по БКД. Я имею в виду в десятку лучших. Особое внимание уделяем сельским дорогам. Хабаровскому району удалось осуществить и расширить географию проведения нормативного состояния дорог в муниципалитетах. Работы проведены в селах Бычиха и Казакевича, Корсаковском, Осиновореченском, Мичуринском, Мирнинском, Восточном, Сергеевском, Галкинском, Дружбинских, Сельских и Корфанских горских поселениях. Конечно же, что касается дорог, проблем еще очень-очень много. И впереди нам предстоит действительно тяжелая и насыщенная работа. Но, как принято говорить, дорогу оселит идущий. С этого года восстановили финансирование строительства региональной дороги Комсомольск-на-Амуре, Березовый, Магды, Чигдамын. Пока мы сосредоточились на участках с двумя мостовыми переходами в поселках Гербия и Сулук. В июне по решению правительства России дополнительно краю выделено за счет средств федерального бюджета 600 миллионов рублей. Всего программа на этот год по строительству мостов и этих участков 800 миллионов рублей. Это решение позволит перевести эксплуатацию дороги на круглогодичное движение транспорта. Мы всего сегодня знаем та проблема, которая существует по сообщению Чигдамыном. Кроме этого, хотел бы сказать, что ведется активная работа по привлечению федерального финансирования на строительство второго этапа дороги обход Хабаровска, на достройку третьей очереди моста через реку Амур. В случае успешного завершения этого проекта нам это позволит значительно сократить или вообще убрать такое понятие, как пробки. Активно сегодня работаем с федеральным центром и есть уже серьезные подвижки на финансирование строительства автомобильной дороги Комсомольск-Николаевск-на-Амуре. Значимым направлением работы правительства края является реализация национального проекта «Жилье и городская среда». В 2019 году введено в эксплуатацию 294,5 тысяч квадратных метров жилья, что на 7,6% выше, чем в 2018 году. Но это катастрофически мало. Для того, чтобы Хабаровский край сегодня смог выйти на реальную картину спроса и предложения, необходимо строить ну хотя бы 400 тысяч квадратных метров жилья. Но это крайне тяжелая задача, которую нам придется совместно со всеми решать. Как вы знаете, по решению президента России на территории Дальневосточного федерального округа запущена льготная ипотечная программа по 2% годовых, так называемая дальневосточная ипотека. По состоянию на 2 июля кредитными организациями принято 4632 заявки от жителей края. В этом году заключено 1064 кредитных договора на сумму 3,9 миллиарда рублей. В рамках стабилизационных мер действует также программа ипотека 6,5%. Эта программа действует для всех категорий граждан. Эффективный спрос на жилье растет. Поэтому нам необходимо сегодня строить жилье. Но без земельных участков под застройку, без решения вопросов по инфраструктурному обеспечению, эту задачу нам не выполнить. Поэтому среди приоритетных территорий в городе Хабаровске это Ореховая сопка 6-7 микрорайоны, микрорайон строителей, улица Аэродромная, улица Локомотивная, переулок Брянский. Чтобы стимулировать приход инвесторов на проекты комплексной жилищной застройки, правительство края готово и вышло с инициативой Минвостокразвития России по распространению режима ТАССР на проекты комплексной жилищной застройки. Хотел бы обратиться к главу муниципальных образований края. Прошу уделить особое внимание вопросам индивидуальной жилищной застройки. Сейчас есть возможность оказать поддержку под инфраструктурное обустройство мест компактного размещения ИЖС. Кроме этого, в ближайшее время мы будем выходить на вас, уважаемые депутаты, с просьбой внести изменения в закон о так называемых институционных проектах или масштабных институционных проектах. Как вы знаете, мы уже выходили с таким предложением, и спасибо вам, вы нам помогли по сельскому хозяйству, сократили объем вложений для других категорий граждан. Сегодня мы хотим обратиться к вам, чтобы иметь возможность выделять бесплатно, повторюсь, абсолютно бесплатно, под застройку для жилья земли в рамках именно этого проекта. Поэтому в ближайшее время мы будем выходить с просьбой нас поддержать в этом вопросе. Без решения сегодня земельного вопроса стройка с места не сдвинется. После проведенного анализа главная проблема, которую мы видим, это отсутствие сформированных участков земли для застройки. Поэтому будем землю раздавать бесплатно под строительство жилья. На особом контроле у правительства края остается проблема, обманутых дольщикам. В прошлом году введены в эксплуатацию 11 проблемных объектов жилищного строительства. Исполнено 1037 договоров долевого строительства. В этом году введены в эксплуатацию 2 проблемных объекта в городе Хабаровске. Восстановлены нарушенные права 33 граждан. До конца года подлежит восстановлению прав дольщиков еще 7 объектов на 25 тысяч квадратных метров. Это дополнительно 306 договоров долевого строительства. К сожалению, и здесь коронавирус внес свои коррективы. Вы знаете, что режим самоизоляции не позволил нам с таким же напором требовать от застройщиков выполнение данной программы. Большим спросом у населения пользуются мероприятия по созданию комфортной городской среды. В 2019 году в улучшении городской среды приняли участие 39 муниципальных образований. Выполнено благоустройство 137 общественных территорий более чем на 430 миллионов рублей. По итогам 2019 года Хабаровский край по индексу качества городской среды получил 164 балла. При среднем значении на Дальнем Востоке 151 балл. В 2020 году число участников выросло 54 муниципалитета на нашей территории. На них планируется благоустроить 118 общественных пространств. Уже завершены работы на 17 территориях. Уважаемые депутаты, в прошлом году в отчетном докладе я особое внимание уделял проблемным вопросам жизнеобеспечения транспортной доступности муниципальных районов, прежде всего северных или удаленных территорий. Северный завод, скажу откровенно, еще остается в правительстве Хабаровского края под знаком проблема номер один. Нам пришлось кардинально менять подходы, кардинально менять механизмы оплаты. Сейчас доставка угля и жидкого топлива в северные районы края налажена. В этом году поставка осуществляется с опережением графиков. Поставщикам отгружено 100% каменного угля. Поставка от дистоплива также идет с опережением. При этом хочу отметить, что в результате наведения порядка в учете и сохранности топлива, реформы оплаты северного завоза, расходы бюджета на централизованный завоз в северные и удаленные районы Хабаровского края снижен на 320 миллионов рублей. Могу сказать для сравнения, что стоимость одного папа составляет 30-32 миллиона. То есть фактически мы сэкономили на 10 новых ФАПов. Дополнительную эффективность мы получим после реализации программы строительства новых котельных. Утверждена дорожная карта до 2023 года. В нее входят новые котельные в поселке Ванино, Переяславка, Многовершинный, Благодатная, Князеволконка, Калинка, Мирная, а также перевод на теплооснабжение Советской Гавани от Советско-Гаванской ТЭЦ. В результате расчетная экономия составит 65 тысяч тонн жидкого топлива. Сокращение годовых затрат на жидкое топливо составит почти 2 миллиарда рублей. Также сдвинулась ситуация с застарелой проблемой районных проводов, то есть с изношенностью муниципальных электрических икей. Правительством края утвержден комплексный план надежного электроснабжения до 2022 года. В прошлом году в Солнечном муниципальном районе отремонтировано 18 километров линии электропередач. В селе Эворон выполнен капитальный ремонт 12 километров электросетей. Поселка Горин и Березовы отремонтированы по 6 километров ЛЭП. В 2020 году в краевом бюджете предусмотрено 116 миллионов рублей для Солнечного, Верхнебуринского, Нанайского, Ульского, Комсомольской и Иванинских районов, а также городов Бикины и Советская Гавань. Всего планируем отремонтировать 113 аварийных участков электросети. Что это значит? Мы планируем все эти провода заменить СИПом. Знаете, как только наступает ветер или ухудшается погода, дождь со снегом, так первое, что я вижу по приходу на работу, это в таких-то, таких-то районах нет электричества. Это картина, конечно, недопустимая в 21 веке. Еще одна районная тема – доступность и качество водоснабжения. Правительство края подготовило документацию под требования программы «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология». В ноябре ушедшего года ввели в эксплуатацию станцию очистки питьевой воды в селе Аван Вяземского района. Для строительства станции привлечено почти 11 миллионов рублей из федерального бюджета. С высокой степени готовности находится станция обезжелезивания в селе Рощино-Хабаровского района. Ввод объекта в эксплуатацию будет в текущем году. В этом году приступили к строительству Гаровского водозабора в селе Гаровка-1 и водозабора в поселке Многовершины. Работы завершены тоже в этом году. За счет МУП Хабаровского водоканала в этом году построен водовод от улицы Суворова до поселка Красная речка протяженностью 12 километров. Это позволило обеспечить качественной питьевой водой жителей района Красная речка. На сегодняшний день осуществляем проектирование по таким объектам, как станция водоподготовки в селе Осиновая речка и в селе Благодатное. Система централизованного водоснажения в селе Троицком. На особым контроле ситуация с реконструкцией системы водоснажения в Бикине. Принимая во внимание сложность вопроса для города Бикина, Хабаровский край взял на себя полностью обязательства по проектированию, строительству и дальнейшей эксплуатации всей системы водоснажения города Бикина. Хабаровскому краю из федерального бюджета на объекты регионального проекта «Чистая вода» выделено на 2021-2022 год 1 миллиард рублей. Для примера хочу сказать, мы спроектировали сегодня абсолютно новый водозабор, две станции подкачки воды и полностью поменяем трубы в селе Бикин. И все это мероприятие нам обойдется в 800 миллионов рублей. Но после окончания этой программы проблему водоснажения в городе Бикине мы забудем. Там будет действительно суперсовременная система, которая позволяет подавать качественную воду, которую можно будет пить из крана. В прошлом году для жителей северных районов правительства края запущена программа льготных авиабилетов. В 2019 году пилотный проект был начат реализован для граждан, проживающих в Охотском районе. Жителям предоставлялось 4 льготных перелета на авиалинии Охот с Хабаровском, Хабаровск с тарифом 4,5 тысячи рублей для взрослых и 3 тысячи рублей для детей в возрасте от 2 до 12 лет. В рамках пилотного проекта было перевезено 2584 пассажира. Это показало очень хороший результат и, учитывая отзывы наших северян, было принято решение о расширении программы льготных тарифов для жителей Аяномайского, Тугура-Чумиканского, Ульского, Николаевского и районы Полина-Сипенко. Уже реализовано более 12 тысяч билетов льготных. Здесь тоже, к сожалению, хочу констатировать, коронавирус внес свои поправки, и мы бы еще больше перевезли пассажиров, но, вы знаете, был режим самоизоляции. Уважаемые депутаты, жители края, лично я, правительство края, органы исполнительной власти края максимально открыты для диалога с жителями. Для меня лично, я подчеркиваю, лично особенно важно общение в ходе рабочих поездок в муниципальные районы края. Для меня является очень важным вопрос личных приемов, прямых линий и эфиров в средствах массовой информации. Все коллективные обращения, которые поступают в адрес губернатора, я держу на личном контроле. И, естественно, по мере возможности стараюсь все эти вопросы решать оперативно. Просто приведу несколько таких мелких, но показательных примеров. Не так давно обратились жители села Верхняя Экань Комсомольского района с просьбой решить вопрос по замене перевозчика автобусного маршрута 113 Комсомольск-Намуре-Верхняя Экань. Люди жаловались, что нарушается график, либо вообще не выполняется движение автобуса. В результате для транспортного обслуживания жителей привлечен другой перевозчик, и сегодня график движения автобусов полностью соблюдается. Накануне моей рабочей поездки в Комсомольский район поступило сообщение об отсутствии медицинского работника в школе-интернат поселка Пивань, где обучаются и проживают дети-инвалиды, которым необходим регулярный прием лекарственных препаратов. Данный вопрос был решен буквально оперативно, прямо по выезду. Рабочие поездки в районы края позволяют увидеть, что происходит на местах, своими глазами оценить ситуацию. По итогам каждой поездки, я подчеркиваю, каждой без исключения поездки, я даю поручения и держу их на самом жестком контроле, в ежедневном режиме с отчетом, когда, кто должен выполнить и процент выполнения. Сегодня многие жители края выбирают форму общения с властью через социальные сети. За год ко мне на страницу в инстаграме обратилось более 7 тысяч человек. Немалый объем вопросов на самом деле не требует, я бы сказал не то, что больших, вообще не требует никаких средств или каких-то там сложных управленческих решений. Таких обращений и просит примерно 70%. Просто требуется элементарное внимание к людям и к их житейским вопросам. Точно так же люди обращаются через социальные сети и краевые министерства. С начала прошлого года правительство края совместно с органами местного управления ответили почти на 12 тысяч сообщений в соцсетях. Причем я установил жесткий регламент, отвечать нужно в течение 7 дней, не позже. Это не всегда заметная, но очень важная работа, которая позволяет постоянно быть в диалоге с жителями края и видеть и понимать, что сегодня наиболее беспокоит наших уважаемых жителей. Уважаемые присутствующие жители края, ровно неделю назад завершилось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Хочу отметить, что голосование в крае прошло открыто, добросовестно, честно, но вы все сами были свидетелями этого голосования. Изменения, вносимые в основном закон страны, затрагивают каждого. Общий итог – жители Хабаровского края одобрили внесение конституционных поправок. Хотел бы поблагодарить всех жителей Хабаровского края за то, что проявили гражданскую позицию, за то, что сделали свой ответственный выбор. Распространение коронавирусной инфекции несло коррективу в нашу жизнь, но мы не меняем принципиальные приоритеты развития нашего края. 26 июня вышел важный указ президента России о мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Указ усиливает политику руководства страны к опережающему развитию именно Дальнего Востока. Ключевые задачи до 2024 года – увеличить продолжительность жизни на 5 лет, добиться опережающих темпов экономического развития, увеличить жилищное строительство в 1,6 раза. Это, конечно же, колоссальные задачи. Вроде три предложения, но эти все три предложения влекут за собой огромнейший комплекс мер и напряженный труд всех и правительства края, и Думы, и всех жителей нашего края. Основным механизмом реализации должна выступить национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока. Нет ни у кого, ни у правительства, ни у губернатора, да и у вас, нет никаких сомнений, что Хабаровский край – это ведущий регион в решении задач национальной программы.